Здравствуйте! Добрый день! Добрый! Назовите, пожалуйста, свой фамилия, имя, отчество и год рождения. Валерий Петрович Родивилин. Родивилин, Валерий Петрович. Родился в Смоленске в 1924 году, в июле месяце. Задяк мой, Лев. Очень хорошо. Так, Валерий Петрович, предвоенные годы, вопрос. Начинаем мы. Были ли у вас ощущения на двигающейся войне? Они ни у кого не было, по-моему, не было. Только некоторые военные, высшие командования, уже по описаниям книжным сейчас видим, что они чувствовали, а многие и даже догадывались, а разведка, такая, как Зорге и другая, которая была у немцев очень близко к его верховной власти, там были такие разведчики, они докладывали вплоть до часа, дня и часа начала операции. Но Сталин, к сожалению, был убежден, что такого быть не может, и что эти сведения почти что провокационные. И в силу этого только некоторые командиры прифронтовых частей на свой страх и риск приводили некоторые подразделения в боевую готовность. Я недавно был, да как, раза два был, с поездом памяти в Бресте, в Хатыни, в Минске, в Вязнь, вот в этих местах, где шли потом ожесточенные бои. И в Бресте, действительно, это было там ровно с немецкой пунктуальностью, в четыре часа уже утра, когда восходила такая оранжево-красная заря, они начали шторм Бреста. Это было, конечно, судя по документам, которые я видел в Бресте, это было сокрушительно неожиданное нападение. Некоторые были в панике, были такие, но большинство, особенно командиры подразделений Брестской крепости, сразу сориентировались. Первая задача была обеспечить отход и выход семей военнослужащих. Кое-что удалось, кое-что не удалось. Под ураганным огнем они проводили и оборону, и одновременно защищали свои семьи, детей. Но это была, знаете, жизнь, смертельная схватка. Я видел недавно фильм, посвященный Брестской крепости. То лучшие кадры вот этого штурма я нигде никогда не видел. Даже американцы со своей техникой и со своими супер, такими грандиозными затратными съемками не могли ничего показать подобного реальной схватки не на жизнь, а на смерть немецких солдат этих, которые вторглись с нашими пограничниками. Ну, американцы, они особо так и не хотят снимать фильмы про Великую Отечественную войну. Но они больше делают провокационные системы для того, чтобы нашу историю переписать. То, что русский солдат относился хуже, чем эсэсовцы относились к мирному населению. Ладно, давайте перейдем к вопросу номер два. Это вот к началу войны. Вы спросили, чувствовал ли кто-нибудь из нас. Да никто не чувствовал. Я первый раз услышал о войне, будучи по каким-то делам на округе, где трамвай номер пятый делал в Коптево, там репродуктор висел, как всегда такое, знаете, огромные репродукторы. И вдруг прозвучало сообщение о нападении в четыре часа на ряд городов без объявления войны. Все раскрыли рот, но было ощущение такое, ну как же. Сейчас их, наша армия же нам вталкивали, что это самое крепкое, самое, самое-самое. И вот такое ощущение у народу было, что это ненадолго, что это кратковременно, это какое-то заблуждение, это какая-то неудача. Кто-то, как, к нам вторглись, сейчас их прогонят. Но шли месяцы, и война становилась явью для всех. Пошли общие мобилизации и так далее. И была эвакуация из Москвы в октябре месяце, когда немцы подходили к Москве. Я тоже попал в эту, так сказать, отступающую мясорубку. По шоссе теперешнего энтузиастов мы отступали в Горький. Отец мой был строителем дорог, инженером-строителем дорог. И сразу его все учреждения перебазировали на восток, в Загорький. И там срочно решили построить ракордную дорогу Горький-Казань, которая обеспечивала бы подвоз резервов из глубины России и, может быть, возможное отступление по этой дороге. То есть она была необходима как воздух. Туда кинули большие силы гражданского населения. А я учился до этого в автодорожном техникуме. Знал некоторые навыки строительства, ну, самые поверхностные, конечно. А отец руководил строительством одного из участков дороги. Тут же проектировали, тут же находили трассу и тут же начинали строить. Этот поселок в 14 километрах от города Кстова, который сейчас стал чуть ли не нефтяной столицей целого края, Нижнего Новгородской области, там же нефтяной центр, тогда это был обычный заштатный провинциальный городок. И вот в 14 километрах в деревне Витчак мы обосновались и начали строить эту дорогу. Была бронь на всех, кто строил эту военную дорогу номер 4. Но положение так быстро менялось на фронтах и складывалось не в нашу пользу, особенно под Москвой. Раз. Потом под Сталинградом. Два. Потом под Курской дугой. Три. Потом Ленинград был в страшном положении. И в военкоматах Сталин собирает людей не только, которые должны по призыву уже призываться, а те, которые имели бронь. Даже часть заключенных, которые, я помню, они были на стройках железной дороги, заключенные по 58-й статье. Ну, это такие... Ну, это у нас будет этот вопрос по поводу заключенных. Да, пожалуйста. В общем, меня призвали в армию, не взирая на бронь, нельзя было. Все. И я попал в октябре в эшелон к Ладоге, через Ладогу на катерах в ночное время перевезли на Ленинградский берег. Дальше по этой трассе зимой будет дорога жизни. А сейчас катера перевозили, а оттуда везли изможденных ленинградцев. Вес пера у них был. ни шаг, ни скелет. Вот это самое запоминающееся и драматическое для меня момент был, когда я видел этих людей. потом мы попали, я попал в Ленинград и быстро прошли обучение те, кто попал, не пришел, пришло в казармах и потом на фронт. сразу на фронт. В химроту. Почему? Я кончил 8 классов московской школы. Считалось, что такие люди, ученики, должны знать основы химии. Да, мы знали. имприд, люизид, фазген и хлорфенил и разные ОВ. Думали, что понадобится знание и вот нас держали хим, такая, не рота, а химподразделения в каждой части были. Потом, когда я выяснилась, разведка донесла, наверное, что химического наступления немцы не предпримут, перебросили меня в другую часть и стал я разбитчиком. Ясно. Давайте начнем так. Как вы узнали о начале войны? То есть вы уже рассказали, что вы... Узнал случайно, как и все из репродуктора, который висел на столбе около трамвайной остановки. Ясно. Скажите, пожалуйста, какова была ваша реакция или ваша реакция? Реакция такая же, как большинство. Но это недоразумение, которое скоро наша армия отбросит немцев и пойдет их там за границей играть дальше. Скажите, пожалуйста, а слышали вы речь товарища Молотова 22 июня 1941 года? Да, слышу. Слышу. А товарища Сталина? Это уже все слышали. Ну, товарищ Сталин претерывающий. Это обращение моих братьев и сестр там в таком духе. Он уже понял, что война началась нешуточная. И товарища Сталина речь тоже услышал. Слышал, да. И скажите, пожалуйста, какое впечатление они на вас произвели тогда? Ну, вы знаете, что Сталин, когда говорил, после него оставался такой как бы моральный след, что он убедил меня лично и многих, что хоть война вещь такая нешуточная, но победа будет за нами, как говорится. Вот с этой мыслью мы жили всю войну. И в поражениях, когда были и верили в это дело. Потому что вот как ни странно, на все невзгоды того времени, даже несмотря на репрессии, которые были, так сказать, от этого никуда не делись. Но народ был сплоченным. сплоченным вот единой мыслью защиты Отечества. А расскажите о том, как вы были призваны в действующую армию, только ну, как бы так, вкратце нам. Вкратко. Пришла повестка, явиться в военкомат с вещами на сборный пункт и все. Взяли сухари с собой дорогу, целый мешок еще чего-то там положили. А когда приехали на Ленинградский берег, через Ладогу переплыли, мы увидели этих изможденных людей, которые просили кусочек хлеба там, все почти раздали тут же на берегу. В каких сражениях операции вам пришлось принимать участие? То есть обороняли город или освобождали город? Освобождали, там освобождать нечего, он не был захвачен, слава Богу. Но вы, получается, обороняли, правильно? да, мы стояли в обороне на бывшей финско-советской границе и ходили в разведку с тем, чтобы я вам скажу, что в мае месяце началось генеральное наступление на этом участке фронта. Но чтобы оно состоялось, конечно, нужно были абсолютно достоверные и многоплановые разведывательные данные о количестве огневых точек, о расположении их, о глубине расположения, о глубине обороны. Вот приходилось по ночам, а там же этот участок очень замолоченный, очень замолоченный, через эти болота оползать, все было заминировано, впереди шли саперы, как правило, ночью, разминировали, делали проходы, тайком, а финны тоже не дураки, они финны, и может быть там еще и немцы были с ними, не одни финны были, но немцы были тоже, и они высадили же целая там армия немецкая, она не такая большая была, но она высадилась до начала войны, наши уже увидели, что что-то неладное, раз немцы высадились до войны в Финляндии, что они там будут делать, но ясно потом стало, что они стали делать, короче говоря, вот такие операции проводили мы регулярно по заданию командования, и последний раз вот я нарвалась, моя часть нарвалась на засаду, значит вы обороняли город Ленинград, правильно? Да, обороняли город Ленинград, на участке, около Парголов такой есть участок, Вспомните одно или несколько наиболее ярких боевых эпизодов с вашим участием, то есть какая минута, день события были самыми трудными, тяжелыми и опасными? Самое опасное это было попасть под пристреленные участки минометного огня, с финской стороны я вам говорил там очень много болот очень много чтобы их обходить не вплавь болота это а обходить финны всегда пристреливали все вот эти между озерами участки пристреливали минометным огнем очень плотно и проскочить из них было очень сложно и вот однажды кто-то видимо либо поднялся перебегая отпускали ракеты и финские стороны увидели человека перебегающего от одного рубежа к другому и начался страшный обстрел страшный обстрел передо мной разорвались три или четыре мины я памятаю что знаете что редко когда снаряд попадает в одну и ту же воронку сразу метнулся в первую попавшуюся яму от разрыва залег там смотрю все тоже спрятались замаскировались как могли высоко там асока была яр знаете вот эти шишки такие растут камыш да там затихли переждать этот штурм минометный так ну и постреляли постреляли видят что никакого движения нет и тот момент когда гасла одна ракета сразу по команде нашего Сергея как его Кисина Сергея Кисина мы быстренько мелькнулись вперед все равно надо было идти и выполнять задания так перебежали слава богу то есть мы остались за гранью вот этого пристреленного места прорезали ограждения проволочные а саперы сняли там мины были такие мины знаете они как бы на весу не сели и к ним очень сложно было подобраться потому что растяжки шли в разные стороны если одну не срежешь то все равно попадешь а она были такие подпрыгивающие они вверх взлетали и взрывались и покрывали своими осколками большую площадь вот это были очень такие коварные и хитрые мины короче говоря прорвались туда в церковь за заграждение и пошли по тылам смотреть расположение подкрадывались к огневым точкам артиллерийским смотрели сколько орудий какие орудия вот есть ли там траншеи есть ли там дороги какие-то по которым подвоз и идется и с таким сведением потом переползали опять пережидая световые ракеты назад скажите пожалуйста а какое событие запомнилось как самое радостное самое радостное когда разрешили присылать с большой земли посылки это было знаете когда это в конце вернее в середине 44-го года с большой земли разрешили на высаживание городов в армию присылать посылки весом до 8 килограмм продовольствия на какие хотите но дело в том что в Ленинграде те кто вот курил это невозможно было на них смотреть потому что им требовался табак фабрика Урицкого в Ленинграде выпускала табак в виде мха пересыпанного немножко махоркой ну кто курил значит они высыпали этот мух и вытряхивали махорку на одну сигаретку и эта сигаретка шла по кругу начали получать не продуктовые посылки а по 8 килограмм одной махорки кто курил и потом уже а я то не курил вот поэтому я с тех пор не курю ну и не пить я никогда не пил спиртного и до сих пор не пью ее самое мое любимое вино за столом если бывают какие-то застолья это кагор рюмочку кагора пожалуйста ясно вот мы знаем что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм что для фронтовиков было источником мужества вы знаете источником мужества было личное личное отношение и конечно ненависть к врагу вот в одной из газет я прочел и напал на статью о том что Зоя Космодемьянская была казнена зверским образом фашистами под Москвой до этого как-то в голову не проходило и не знал а тут вдруг Зоя Космодемьянская а я с ней в школе учился вот тут-то вот после этого появилась такая злость ко всему что на той стороне вот наверное это лично для меня и означало всякие вот так сказать ненависть к врагу была откровенной не на пускной там не агитационной а реальной потому что я знала эту девушку правда она была в девятом классе а я в восьмом но мы на одной перемен на одних переменах по одному коридору носились там и друг друга визуально видели ясно и вдруг она вот такая трагическая судьба вопрос награды имеете ли вы награды какие заветки заслуги имею орден отечественной войны первой степени медаль а для меня самая большая награда это медаль за ворону Ленинграда какая для вас особо дорогая почему особо дорогая медаль за ворону Ленинграда потому что я на собственном опыте на собственном как говорится на собственном зрении и увидел этот город в самое трудное его время эти огромные корабли стоящие бронированные эти махины стоящие на причалах вдоль всей Невы которые были вынуждены выразить потому что финский залив был полностью блокирован линными всякими заграждениями но эти корабли отстреливались и защищали защищали город с ценой того что во первых там линейные корабли стояли со ствольной артиллерией которая помогала подавлять огневые точки на дальнем расстоянии немцев именно именно эти корабли спасали Ленинград от града артиллерийского со стороны немцев те же хотели разрушить все что возможно было разрушено все памятники были обложены мешками с песком очень все кстати весной весь Ленинград бывал засажен капустой все клочок земли любой клочок земли был под огородом капуста там еще какая-то но мне почему-то запомнилось что в основном сажали капусту скажите пожалуйста с какими чувствами вы шли на войну и с какими возвращались ну с какими чувствами как все люди все кто шел добровольно например только защитить страну все кто кроме нас понятно а как воспринималось в начале войны то что Красной Армии пришлось отступать были ли сомнения в победе у вас были ли что были ли сомнения в победе никогда не было никогда не было потому что после того как немцев отогнали от Москвы да еще с таким с таким разгромом что им мало не показалось немцам они бежали на 200 километров от Москвы сразу руханули и это уже было понятно что война для немцев будет проиграна если самый критический момент можно было отогнать их от Москвы кстати на 42 километре Волоколамского шоссе стоит памятник сибирякам которые помогли а может быть и сыграли решающую роль в отстаивании Москвы потому что не приди они с Дальнего Востока а их сняли потому что разведка в частности из Орга узнали точные планы японцев и доложили верховному командованию хоть и были там сомнения что это надо проверить и это вряд ли это так история показала что это правильный ход был снять части наших подготовленных укомплектованных хорошо экоопированные они же были в полушубках романовых романовских полушубках из овчины утепленных а зима в тот год была наиболее суровая тихо не кричите ничего там моменты вырежутся проходите проходите тут все равно будет вырезаться это была очень суровая зима она нам помогла потому что немецкая техника и обудирование солдат не были готовы к такой суровой зиме и плюс наш мощный удар все и сразу появилась уверенность у всех так а так москва была открыта ясно вот вопросы как раз насчет москвы битва за москву что мы знали осенью сорок первом о положении под москвой то есть какой осенью сорок первого года осенью сорок первого года я был уже под хстовом строил дорогу мы по радио знали что идут тяжелые бои но не больше а как вы вас понимаете простите когда мы уходили из Москвы я видел что такое Москва это сплошной поток во первых машин по сторону востока по этому шоссе и кое-где прикрывала наши авиация истребители летали на шоссе но не более а город было ужасном состоянии ужасном все минировали был минирован завод в Илюшино КБ минировали и другие места мосты минировали через наш канал был заминирован как вы воспринимали то что враг подошел вплотную к столице нашей родины воспринимались с большой тревогой с большой тревогой потому что мы уже видели вживую что делается немцы летали над Москвой высоко высоко над Москвой летали их самолетом и их видели это разведчики они все снимали все фотографировали и с большой тревогой это все было а что вы почувствовали узнав о начале контрнаступления под Москвой мы почувствовали облегчение не когда началось а когда уже сводки говорили что отогнали настолько то настолько то еще дальше еще дальше вот тут то мы не почувствовали а поняли что война будет доведена как бы там тяжело не было до победы полная уверенность была расскажите о своих командиров кто из них больше всего вам запомнился и чем вы знаете командиры особенно мне не запомнились почему потому что мы лично имели дело между собой у нас был командир взвода знали командира батальона но наш фронт довольно протяженный был командир батальона где-то сидел там до него надо еще километра два дойти до его расположения а все остальное заминировано и такие настилы по которым надо было осторожно ходить ни влево ни вправо ни в коем случае на мину попадешь завалы лесные были в лесу сделаны чтобы в случае прорыва тяжелая техника не могла пройти а внутри завала заминировано все было то есть я раз знаете вступил потянулся за клюхвой какой-то вступил в сторону а мне говорят ты что делаешь я смотрю рядом вижу запал мины вот такая мина и лежит это чудо меня спасло что я не потянулся чуть дальше ясно скажите полководцы кого вы и ваши товарищи считали во время войны наиболее выдающимся полководцем конечно Жукова Жукова мы очень чтили Говарова который командовал нами несмотря на тяжелейшие положения он все-таки армия снабжалась гораздо лучше чем мирное население которое просто умирало от голода 600 больше 600 тысяч 600 вы когда-либо были на Пискаревском кладбище если не были как-нибудь съездите вы вот это Санкт-Петербург да? а? в Питере? конечно 650 тысяч холмов захоронено там это единственное в мире кладбище такого масштаба а изменилась ли ваша оценка сегодня по поводу полководства вообще как бы вы знаете в первые дни войны конечно почти безоружные люди ополченцы вынуждены были защищаться ружья на всех не хватало их добывали в бою вот у меня есть я делал в свое время несчастные и когда нужно делаю стенды посвященные ветеранам и вот один из стендов был вновь сделан у нас был в Левобережье Лазарев Виктор Андреевич Виктор Андреевич Лазарев это он будучи комсоргом ополченцы дадите я сфотографирую потом попозже пожалуйста ополченческого подразделения комсорга и он тут прямо вышла стенная не стенная а фронтовая газета где о нем писали он хватал за полы шинели отступающих бойцов потому что они это были не обстрелянные первые попавшиеся юнцы он хватал и стой громко кричал комсорг полка Виктор Лазарев тут так и написано он бежал на перерез отступающим и хватал их за руки и полы шинелей останавливал ни шагу назад приказывал он и бойцы останавливались широко раскрытыми глазами они смотрели как заегли их ребята соратники и в сторону врага и начинали принимать бой а сначала была вот такая паника вот этот комсорг Виктор он проявил мужество о нем писали ему по-моему орден вручили Валерий Петрович как кого было ваше отношение ваших сослуживцев к личности Иосифа Сталина Вы знаете что в то время особо никакой агитации в плане того что не то что агитация ваша личная мнение было такое как у большинства людей ведь если шли в бой никто им не приказывал и ничего не наставлял они в бой шли с именем Сталина девиз был какой за родину за Сталина этим все сказано на фронте были люди разных национальностей что по вашему объединяло представителей разных народов на фронте Вы знаете что это сейчас идут разговоры кавказская национальность такая сякая тогда понятия об этом не было лишь бы был хороший человек понятие национальницы со мной еврей жил в землянке кисин лучшего человека я в жизни не встречал грузин был хлебом он по-грузински всегда так интересно говорил украинцы были у нас да вы что это была одна семья жизни никогда никто национального вопрос не поднимал и не поднимался но у вас не случались взаимные непонимания конфликты на почве на национальной почве я говорю вам в то время все были озабочены как бы с меньшими потерями одержать победу в том или ином маленьком участке вот тебе дается задание а командир думает как сделать так чтобы потерять как можно меньше а сделать то что приказано ясненько верили вы в бога до войны вот вы знаете я сейчас был в Таиланде я рассказывал я вам задаю вопрос так я вам ответить вы верите в бога вот я там рассказал о том как меня ранили мы попали в засаду и в меня стрелял не то финн не то немец не знаю ночью вот с такого расстояния чуть дальше вот как от стены в упор одна попала в ногу перебила кость вторая попала в шею и вышла здесь и я остался жив до сих пор 26 мая у меня второй день рождения и я при всех сказал и сидел архимандрит церкви в Паттайе я говорю вы знаете в тот момент я поверил в бога почему потому что это невероятный случай чтобы в человек в голову попала пуля и ему ничего не не произошло значит кто-то меня спас значит получается повлияло участие войны на вашу религию конечно вот не в войне а в конкретном случае в ранении когда я почувствовал что течет кровь смотрю ну думаю последние секунды потому что это бывает когда ранение сложное человек еще живет мозг работает но через несколько секунд все кончится через несколько секунд ничего не кончилось а продолжил жить а когда привезли в госпиталь меня йодом с этой стороны проткнули и с этой стороны проткнули завинтовали и сказали у вас второй день рождения в несколько миллиметров и вас бы не было потому что спиной мозг вот здесь даже в голову легче ранее чем вот сюда в шею ясно на фронте вот я тогда перекрестился и поверил в бога и кто сидел там архиереи этого собора потайского он подошел после совещания после этой торжества и пожал обнял меня и пожал мне руку говорит ну вот я поверил в ваши искренние слова говорит он я говорю я тоже поверил в судьбе вот как хотите понимаете Валерий Петрович на фронте часто складывались тяжелые положения как вам удавалось не падать духом поддерживать воинскую дисциплину вы знаете что в нашем небольшом подразделении у нас всегда шутки всегда разговоры общие но никогда никто не ныл и никакого ныни не было чтобы говорить вы знаете ой как мне плохо вот у меня тут тут болит на коленка болит на аспорт ничего не было на фронте программа человека работает совсем по другому она мобилизована на то чтобы выжить даже если у тебя насморк даже если у тебя заболели там руки ноги и башка все равно ты должен выжить и сражаться вот что главное было сохранить себя для войны а какую роль в развитии событий сыграл приказ наркома обороны номер 227 не шагу назад не шагу назад нас он не касался нас он не касался а кого касался пускай думали что нельзя шагу назад давать почему не касался у нас была полупозиционная война нам некуда было отступать что в Ленинград бежать это второе что в Москве отступать уже за канал это значит оказаться в Москве а вот там действительно ни шагу назад а в этом приказе говорится о создании загранотрядов вам лично приходилось с ними сталкиваться никогда в жизни только читал в книгах слушал высказывания и воспоминания тех кто с этим сталкивался а лично я не сталкивался с этим и слава богу что запомнилось из встреч с населением во время отступления во время пребывания в предфронтовых населенных пунктах где и когда вы знаете что это относится вопрос к тем кто был в динамике при наступлении или отступлении а когда шла позиционная война на выживание целого города где боролись не только с внешним там боролись за каждый квадратный метр потому что отступать то уже в Ленинграде некуда было пулковские высоты и дальше уже дорога на Ленинград и вот там то смертельный схватки были Синявинские болота полны костей наших солдат полны сейчас там до сих пор поисковики находят вот я был на захоронении в Корчмино весь поселок по Грининграду как раз там шли огромные жесточенные бои и сейчас снимал это все на фото на видео гробы остатков советских солдат хоронили прилюдно и воздвигали мемориальные комплексы там в Корчмино это поселок под Ленинградом на берегу вот там действительно а как встречали вас люди освобождающие в городе выше освобождали как-никак там встречали где в Ленинграде в Ленинграде после моего ранения в мае я попал в госпиталь в Ленинграде был расположен в институте имени Герцена педагогический по-моему институт имени Герцена гуманитарный вот я там пролежал а потом на поезд когда прорвали блокаду зимой значит прорвали блокаду наскоро восстановили дорогу железную и всех раненых увезли вглубь России я попал в Ростов-Великий под Угличем там недалеко Ростов-Великий не сам Ростов там был на Волге а вот Ростов-Великий это бывшее знаменательное такое место монастырь там красивейший вот там в школе а вот тогда все школы были превращены в Россию в госпиталях большинство во всяком случае школ было превращено в госпиталях вот и там никто не встречал я там провалялся 9 месяцев в госпиталях сначала в Ростове потом уже в Москве долечился а ваше отношение к немецким солдатам какими вы их видели вы знаете что в отношении к противнику к солдатам если так по-житейски подойти к этому делу что такое немецкие солдаты и что такое красноармейцы это мобилизованные и те и другие даже те немецкие солдаты среди немцев были очень порядочные люди это СС подразделения СС формировались из негодяев а основная масса солдат были обычные немцы правда очень пунктуальные очень послушные законопослушные команда послушные что им говорили то они и делали так что а еще такое а простите и вот прошло время чем отличаются русские человек чем отличаются русские человек он не злопамятен и сейчас мы как вы видите с Германией довольно хорошее отношение у нас и экономические и политические я был в Германии несколько раз никогда не чувствовал никакой вражды и конечно то что творили немцы эсэсовцы на нашей земле конечно это забыть невозможно но немцы даже сейчас наши кладбища содержат иногда лучше чем мы сами свои кладбища скажите пожалуйста первый пленный немец которого вы увидели ваши чувства или впечатления какие у вас были я видел их только по ночам как врагов если они ну я имею в виду пленны еще ходили днем ходили на снайперские отстрелы вот снайперские вот давали задание пойти в снайперскую так сказать справились снайпером на этот день и надо было быть очень осторожным потому что они тоже там снайперов имели и все у них было пристрелено и вот мы выслеживали друг друга это перерывок между разведками чтобы не сидели без сложа руки а занимались истреблением противника ну а пленных вы видели немцев а пленных немцев видели пленных немцев видели когда вели по москве в хронике то в массовом порядке а по одиночке нет мы только на уничтожение работали тут ближний бой в составе вражеской армии были не только немцы но и румыны итальянцы венгры финны с кем было труднее воевать и почему вы знаете труднее было с теми кто больше ненавидел русский народ и Россию тут еще примешивались религиозные всякие факторы понимаете приходилось сражаться собственно и с католиками это запад в основном но не в этом дело его перечислили много европейских стран которые посылали своих солдат ну это были румыны итальянцы там же испанцы была голубая дивизия румыны итальянцы венгры финны чехи даже были ну так с кем воевать вы не можете с любым кто одна страна это Югославия которая не послала ни одного человека на этот фронт на наш на восточный больше того своей героической борьбой под руководством ТИТа они сковывали огромную армию которую бы если бы этого не было они послали бы на восточный фронт к нам они сковывали и наносили им огромный ущерб я вот в девятом году в 2009 был в Югославии в составе делегации Московского городского совета ветеранов членом которого я тоже являюсь вот этот знак который на мне висит это награда городского совета за ветеранскую деятельность это ветеранский орден который дал мне подписал удостоверение Владимир Иванович Долгих это легендарный еще и человек в нашем сообществе это президент всех ветеранов города Москвы а в его списках десятки тысяч людей скажите пожалуйста вопрос такой власовцы приходилось ли вам во время войны слышать о власовцах или других предателях и солдатами и подразделениями они очень жестоко относились они а каково было ваше отношение тогда и ваших товарищей к власовцам да к власовцам так же как потом к бендеровцам вы знаете что такое бендеровцам да знаю знаете моего отца убили бендеровцы после войны вот а как же мне не знать я понимаю это равенск власовцы и бендеровцы это одно то же скажите пожалуйста а как вы относитесь к современным попыткам оправдать власовцев как вы относитесь к тому что всячески пытаются оправдать власовцев попытки сейчас ранить другой свет на некоторых исторические личностей колчака например хотя если разобраться это был очень образованный морской генерал которого не только минусы были но были плюсы но так ваше отношение к современным попыткам оправдать власовцев это безобразие это безобразие и это недопустимо вы понимаете вот такая ползучая ползущая реабилитация многих многих предателей и бандитов они и есть предатели как можно было предать целую армию целую армию увезти с поля боя когда решалось она же была поделена градом между просим это власовская армия вот благодаря таким как благодаря этому власову городу пришлось заплатить огромную цену за то что немцы туда не вошли телами закрывали бреши не оружием а телами вот я говорю Синяновецкие болота сейчас наполовину из костей защитников Ленинграда состоят потому что в тех условиях в каких заражались болотах люди это трудно себе представить а вот как вы говорите немцы вы знаете как давайте вопросы сейчас мы как бы по анкете по анкете подождите по анкете вот вы слышали командарь Ефремов который под Витя под Вязьмой держал оборону немецкую оборону его ранило причем очень тяжело за ним прислали самолет из центра Сталин по-моему дал указание вывести Ефремова на большую землю и лечить его а он отказался он сказал я сказал я останусь со своими солдатами и когда уже было безысходное положение он застрелился и немцы по-моему одному не знаю может быть еще какой-нибудь случай был но по-моему мнению только единственный советский генерал был с почестями похоронен немцами и они привели на это похорон немецкое какое-то подразделение и офицер сказал вот так надо сражаться с врагом с нами как сражался с нами говорит этот генерал вот так так что среди немцев тоже были не только эсэсовцы ясно вот дезертировали вы сталкивались со случаями дезертирства нет у нас этого быть не могло да и некуда было дезертировать никто даже не помышлял вы знаете у нас было в части еще я помню несколько одно самоубийство на какой почве не знаю но такие вещи бывают часто по каким-то домашним бытовым обстоятельствам получил какое-то письмо плохое что-то там не сладилось с невестой или еще что-нибудь и человек мог дезертирам а какие скажите а ваше мнение личное дезертирам какое было дезертирам но это все равно что спросить какое мое мнение к власовцам это те же дезертиры только целые армии вот штрафники приходилось ли вам сталкиваться со штрафниками у нас не было таких даже поползновений никто не исчезал по этому случаю никого не арестовывали хотя у нас в армии я вам скажу были люди которые следили за состоянием политическим и идеологическим если хотите люди которые прислушивали присматривались наверняка были информаторами каких-нибудь специальных отделов таких как СМЕРШ был такой отдел в армии всегда вот скажите пожалуйста были ли среди ваших знакомых люди прошедшие через штрафбат прошедшие что прошедшие через штрафбат нет не было не было среди моих родственников были люди угнанные из Смоленска на запад в эшелонах и оказавшиеся в Европе по принуждению вот их погрузили в эшелоны в Смоленске и отправили и тетушка попала в часть которая стирала белье для немцев ваннопрачечный какой-то комбинат не комбинат это сейчас называют но какая-то часть которая стирала грязное белье для немцев вот женщине поручили этим заниматься скажите пожалуйста в славе это было потом они после войны они получили там вид на жительство и скончались и похоронены в городе Зайчер на Зайчашском кладбище это на границе с Болгарией а как вы относитесь к возможности человека искупить свою вину которую предоставлял штрафбат вы знаете такой вопрос надо адресовать к тем к тем людям которые с этим сталкиваются нет и вы поймите вопрос тоже стоит в том всем да вот как вы относитесь к тем людям которые всячески пытались оправдать побывали они в штрафбате и пытаются оправдать и искупить свою вину вот ваше личное мнение какое об этих людям то есть кто-то допустим там старался об этих людям для этого нужно знать или видеть или иметь дело когда-то с таким человеком чтобы о нем ясно все мы проявление а если таких прецедентов у меня не было я и мнение не могу иметь но общее конечно кто был в штрафбате между прочим из штрафбата выходили герои сегодня он попадал в штрафбат а потом делал такие чудеса на фронте что его награждали реабилитировали и повышали там я по-моему были даже случаи когда награждали героев вот это я точно не могу сказать но мне кажется штрафбат из некоторых людей делал героев ладно расскажите о бытовых трудностях на фронте как вы их преодолевали как как все что давали то и ели а в какое время года было труднее воевать и почему когда было меньше всего питания это как правило зимой всегда сложно всегда холодно всегда мечтаешь о куске хлеба с маслом почему-то у меня всегда вот думаю кончится война первое что я сделаю на немцы хлеба с маслом а как вы оцениваете боевую нашу боевую технику ваше ну ваше личное оружие чем оно для вас было на фронте в середине войны мы получили хорошее оружие автоматы ППШ и потом уже дегтярёвский там пулемёт дегтярёвский великолепный был с линдийском и ну вообще-то техника была у нас на голову ниже чем у немцев особенно как артиллерия у нас противотанковые пушечки в начале войны 45-миллиметровые сорокопятки их называли и называли еще в армии прощай родина это не пушечки они ничего не могли ставить мощь бронированным машинам которые они не пробивали и не могли пробить скажите пожалуйста отдых на фронте как вы отдыхали во время на войне в часы затиши кто пел песни между прочим иногда подхватывали шутили пересказывали письма которые изредка приходили на фронт с большой земли делились личными своими познаниями той жизни у кого остались какие родственники какие знакомые какие у молодых там невесты а приходилось ли вам слышать выступления артистов или концерты фронтовых бригад нет не было не было такого у нас лично не было потому что а была ли была ли у вас любовь на фронте на фронте конечно любви не было но что-то завязывалось когда я лежал в госпитале в институте имени Герцена там была молодая сестра которой может быть и я нравился и которая мне нравилась но это недолго продолжалось потому что вскоре таких как я в гипсе все в эшелон и на большую землю как тогда говорили по санитарным поездам отослали в Ростов-Велике и на этом все кончилось ясно но симпатии в тот момент были потому что появились сестры в палатах а до этого на фронте как в фронтовом госпитале я недолго был потому что тут же нас погрузили и на эшелон и в Ленинград в госпиталь большой а знаменитые наркомовских 100 грамм какую роль или они играли для вас и ваших товарищей на войне вы знаете мы почти не получали этого 100 грамм никаких может быть вот меня часто спрашивают почему ты не выпиваешь водочку 100 грамм у нас не было 100 грамм у нас дай бог хлеб давали нормально кормили более-менее иногда суд делали из ботвы из гороховой ботвы нечего было класть ботвы сварить поэлл и ешь известие из дома когда и откуда вы писали письма домой что сообщали родным о себе ну о себе всегда старался успокоить конечно родителей и говорить что я все хорошо все особенно моим родителям волновались когда я написал письмо из гостя что такое как ты наверное что-нибудь скрываешь ранен более тяжело чем ты пишешь вот такие были мысли из дома но я успокаивал старался что мог а могли ли вы писать обо всем что происходит с вами нет конечно не мог я все писать потому что все касалось нашей не только жизни расположение там взаимоотношения может быть какие-то ненужные вещи можно было написать ведь была цензура все письма оцензурировались и проверялись даже номера номера частей чтобы не назывались никогда полевая почта номер есть там 44 41 и все все остальное сколько там нас кто вокруг какие части стоят вот рядом стоят винометчики там они иногда стреляют этого нельзя было все писать а какие получали известия из дома довольно часто ну как часто месяц раз два приходили маленькие письма а я посылал как всегда с фронта треугольнички такие сложенные с адресом вы были ранены когда и где ну я вам это вы рассказывали то есть я беру по сути по вопросу нарвались на засаду филипп почувствовали и увидели наверное на земле такие следы от наших проникновений туда через через линию облоболот особенно помятая трава там люди лежали какие то следы может быть не оставлялись на земле конечно от обуви и тут уж не до лирики было а как и кто оказал вам медицинскую помощь очень очень опытный видимо старый человек и мне сразу же влили кровь и кровь как сейчас помню фамилия донора семенова как звать не знаю но она ленинградка я подумал как в ленинграде могли сдавать кровь когда у них в жилах то нечего было течь там какая кровь а помните ли вы лечащих вас людей и вот у меня сейчас наверное частичка крови ленинградской есть она же оттировалась слава богу а помните ли вы лечащих вас людей кто вас лечит нет по имени по фамилии помню помню только хирурга который мне сказал слушай ты парень молодой у тебя вот с ногой чтобы ты хорошо бегал и вообще себя чувствовал никогда не останавливайся в жизни в смысле не залегай на диваны на какие-нибудь так не ложись не отдыхай все время в движении и и мой тебе совет заведи собаку а хочешь две они будут ты с ними будешь всегда гулять в любую погоду в любую будь то вьюга будь то гроза будь то дождь сляхать ты все равно вынужден будешь выходить дышать и двигаться а движение это жизнь ну это аксиома ясно вы были в плену или в оккупации а? вы были в плену или оккупации расскажите о том что пришлось не было ни в плену ни в оккупации а вот мои родственники были в оккупации все ясно все понятно моя бабушка ее тети мои были в Смоленске в оккупации они не успели приехать накануне войны к нам в Москву бабушка должна была приехать ну все откладывали вот сегодня завтра грянуло 22 июня и все кончилось скажите пожалуйста а как вы и ваши товарищи относились к тем солдатам кто побывал в плену? вы знаете у нас в части не было таких кто побывал в плену поэтому товарищи были но отношения к тем кого мы не видели чтобы они были в плену таких в части не было таких на передовую пожалуй сразу и не пускали их держали во второй линии может быть на каких-нибудь хозяйственных делах проверяли там смотрели как они себя ведут что они представляют из себя как люди может быть сомнения всегда были не 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 что на самом деле это Валерий Петрович так все подробно рассказывает мне как бы хотелось бы чтобы вопросы чтобы звучали Валерий Петрович затягивает мне надо было туда чтобы она меня допрашивала девочка она у вас бы а я отстрелялся быстро вам есть что рассказать по флоту все всего доброго все дай бог вам все ничего это вырежется все давайте мы еще с вами осталось уже как бы желательно так вкратце если есть возможность чтобы вас раньше отпустить просто не получилось раньше ясно союзники вопрос что вы знали о союзниках СССР на союзников мы надеялись но потом стали в них сомневаться когда они начали тянуть с открытием второго фронта и откровенно говоря мнение о них поменялось в худшую сторону мы видели что они хотят ценой нашей крови как можно дольше не открывать второй фронт с тем что мы были ослаблены это потом стало ясно совершенно и отношение к ним было не очень хорошее а насколько ощущалось на фронте их помощь вообще ну вы знаете ощущалось их продовольственные посылки это огромные коробки которые потом притворялись там были в основном еда яичный порошок лярд это типа жира такого очень вкусные на хлеб когда намазывают и всякие другие даже шоколадки попадались супы всякие то есть ну так вы получается вы сталкивались получение это и на фронт приходило это и особенно потом уже в быту людям выдавали вот эти помощь эту продовольственную в таких коробках запечатаны они были очень хорошо заизолированы потому что знали что если утонет и потопит корабль в Баренцевом море или в Северном море их можно через 10 лет достать и они будут а вот именно сталкивались ли вы по лент-лизингу с танками с самолетами автомобилями студебекеры знаменитые это на они очень выручили во время войны но вы с ними сталкивались? я сталкивался после войны и перед войной перед тем как меня призвали студебекеры уже начались колесить по дорогам и там где мы работали на военной дороге студебекеры встречались довольно часто ясно а какой помощи вы ждали от союзников? а? какой помощи вы ждали от союзников? ну какой помощи ну вот продовольственные в основном а на фронте конечно появились их кобры очень хорошие истребители кстати ну и наши были лавочкины потом последнее поколение истребителей типа была миги и наши легендарные илы два черной смертью ее называли немцы боялись очень этих великолепных машин делали их на Илюшинском заводе вот здесь около стадиона юных пионеров а считаете ли вы что их помощь была своевременной и достаточной? а своевременной но недостаточной для такой войны которую вела Россия Советский Союз это была капля в море вообще-то говоря и мы ценой своей кровью отстаивали даже не имея оружия защищали чисто на энтузиазме вообще в советское время люди и работали и защищали основой был энтузиазм где и как вы встретили День Победы 9 мая 45-го года? что делали и что чувствовали? ну вы знаете я был в центре города я был совсем на Красной площади а потом переместился на Каменный мост и там легкование было до самого утра это 9 мая потом пешком шел домой километров наверное 15 я жил знаете где там где сейчас Центральный институт травматологии там стоял двухэтажный деревянный дом покрытый дранкой если попала бы туда зажигательная дома бомба за секунду бы там за 5 минут бы этого дома не было это костер Валерий Петрович какой фильм о войне по вашему мнению лучше всего передает атмосферу военных лет отношения между людьми они сражались за Родину там там прекрасные актеры там когда через Бердон отступающие идут и Бурков по-моему говорит ой я не могу переплыть эту я не умею плавать а шукшин переплывешь говно говорит не тонет скажите пожалуйста смешное и трагическое и всегда рядом ясно а произведение какого писателя наиболее правдиво это отображает войну какую Бондарев очень хорошо писал очень хорошо писал поэт Твардовский он в стихах изложил то что не каждый может без стихов написать а какой фильм о войне вы посоветуете посмотреть молодежи все что касается войны а книгу в бой идут одни старики пожалуйста шутаешь такой с юмором картина великолепная вот даже они сражались за Родину много фильмов а из книг ну так вот мой любимый фильм знаете в детстве какой был это не только мой мы из кронштадта Чапаев я его раз 6 смотрел особенно психическая атака капелевца вот это вы знаете вот эти фильмы подготовили советский народ к войне вот многие даже на войне вот в разговорах я тоже смотрел много раз Чапаев как капелевцы шли в атаку а как Чапаев каким мудрым был Чапаев мог и как он трагически погиб вот все это создавало патриотизм не такой не показной а вот как бы в генах он уже внедрялся в гены человека патриотизм истинный а какую а вот сейчас посмотрите сопоставьте сегодняшний день с тем с теми трудными днями как молодежь относится к армии это же позор этот вопрос будет самый последний нет у этого вопроса не будет 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 сейчас последний тут можно заканчивать наша роль ветеранов сделать возможное и даже невозможное чтобы у подрастающего поколения воспитать на собственных примерах например книг фильмов поездок в поездах памяти знакомств с реальными местами боев с расспросами еще живых людей на тех местах вы знаете когда я ездил с поездом памяти я смотрел на с нами ездила большая группа школьников и некоторые будучи на Пискаремском кладбище плакали вот насколько их проняло вот сознание что вот здесь лежит 650 тысяч людей которые были живыми такими же подвижными как они а вот сейчас это памятное место очень хорошо обустроены и только и вот до детей доходил на таких примерах война с Японией как вы оценивали оценивали то что после войны с Германией нам пришлось воевать с японии как выполнение обязательств союзнических и больше того мы заодно выполнили и обязательства и отвоевали те территории которые раньше принадлежали России и сейчас вот спорта но эти острова о которых всегда говорят это награда нам за вторую мировую войну нам по общему союзническому соглашению эти острова отошли по праву по праву той крови которую мы провалили и на востоке и на западе а принимали ли вы участие сахарин это наша была земля а вы не принимали участие в японской войне? ну естественно нет я 9 месяцев после этого лежал там уже кончилась не только японская если бы началась новая война тоже бы она уже кончилась пока я лежал в гост а как бы вы восприняли победу над Японией? как над Японией? как неизбежный факт потому что с Америкой Японии тягаться когда Америка проснулась от спячки мало не показалось японцам скажите пожалуйста как вы думаете сейчас почему началась война? как избежать угрозы войны для нашей страны в будущем? в будущем вести очень такую политику доверяй но проверяй раз кстати если вы заметили переходя к политике приходится уже об этом говорить некоторые считают из окружения американского президента и иностранные так сказать высказывания что например Путин более тверд в своих решениях а Медведев более либерален что ли и американцы хотели бы сделать ставку более на Медведева чем на Путина но строго говоря в этом мире в этом мире политики все таки сила играет не последнюю роль кто кто силен тот и диктует положение поэтому Путин он отстаивает эту линию и он более твердо он всегда говорит то что думает и очень четко формулирует и осаждает некоторых на западе и поэтому может быть они недолюбливают его немного но мне кажется это правильно поверьте мне не любят очень сильно не любят путин конечно конечно это их не проблема путин будет с нами путин наш человек путин мы уже идем к завершению давайте такую я не реверанс в сторону Путина делаю может быть у него свои ошибки есть политики без ошибок не бывает человек есть человек понимаете но мне нравится его твердость решений и бескомпромиссность в тех случаях когда затрагиваются коренные интересы государства это правильно давайте мы уже завершаем что вам еще хочется рассказать добавить ко всему сказанному то есть это уже вам не обязательно что вы бы могли пожелать нашей молодежи в будущем нашей молодежи быть более целеустремленными иметь перед собой какой-то всегда иметь перспективу выбора своей профессии не просто которая лишь бы была галочка или купленный в переходе в метро диплом а заработанный честно и вообще вести честную порядочную жизнь вот этого я пожелал не только молодежи а всем кто может слушать или видеть то что я говорил честность и порядочность и вопрос уже то есть вопрос не по картотики уже такой вот как бы от себя чтобы вы как бы вы вообще оценили те действия которые произошли во львове 9 мая то есть это про львов мне лучше не говорите это бендеровское гнездо оставшееся там полностью владеют эти недобитые бендеровцы они сидят и в парламенте городском и наверное в области где-нибудь это же безобразие и что киевская власть на это смотрит Еленюкович на это смотрит а мы не можем на это повлиять я жил подо львовом городе стрию где мой отец восстанавливал разрушенные дороги военные после войны ему говорили слушай бери с собой всегда оружие он любил ездить по этим дорогам смотреть как идут ремонтные всякие работы а он говорит нет я мирный человек зачем мне оружие мне никто не причинит вреда я никому не делал зла а его однажды на велосипеде где-то прихватили и так мы не нашли ни тела ни могилы ни черта днем они работали а ночью они выходили с автоматами и стреляли всех подряд кто приезжал не местных вот так ясно вы говорите что во львове во львове вот такое же осталось что и было после того как встри вели целую дивизию советскую все на время прекратилось все спасибо вам большое что встри 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 здесь встри Продолжение следует...